Дагестан Не корите меня за столь жесткие оценки. Они, по правде сказать, обоснованы. Если 60 обращений приходят об отключениях от необходимых ресурсов, то это катастрофа, друзья. Иначе это не диагностируется. А диагноз, как известно, начало лечения. Система давно нуждается в лечении. И эти отключения, и эти протесты не сегодня, и не вчера начались. На моей памяти бунты жителей Махачкалы с перекрытием проспекта Акушинского, еще в середине нулевых, с поджиганием покрышек и акциями протеста. Отметим, что не только в летнюю жару, но и в зимнюю стужу, и несколько лет назад случались протесты махачкалинцев и жителей других дагестанских районов и городов. Это уже как бы привычная картинка республиканских социально-политических реалий. Что тут удивляться? Горят трансформаторы, техника не выдерживает перегрузок, напряжения нужного в домах и квартирах нет, бытовая техника и электроника горят и не тянут. А первый серьезный для нынешней власти в этот сезон звоночек прозвенел, когда ночью 9 августа отчаявшиеся жильцы домов, оставшиеся трое суток без света, перекрыли улицу Магомеда Гаджиева. Ту самую, которая упирается прямиком в площадь, на которой находятся основные политические здания, дом правительства и мэрия. Только вот беда, ни в одном из этих зданий не принимают прямых решений по наведению порядка в системе энергоснабжения. Основного вида услуг, от которого зависит и работа насосов, и вода, зимой и тепло. Меликов тогда в своем телеграм-канале, в целом проявляя понимание, оправдывал ситуацию хроническим безвременем. Объемы работы и средств, которые позволяют решить проблемы граждан 30 лет, страдающих от низкого качества электроснабжения, слишком велики, чтобы мы могли обещать достичь поставленной цели уже завтра. А в конце все же добавил. Такие формы диалога только добавят нам проблем, давая почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях. Поэтому в дальнейшем они будут пресекаться по всем нормам закона. По этому поводу я сказал руководителю управления по информаполитике администрации главы, что эта фраза в тексте главы о том, что они будут пресекаться по всем нормам закона, была лишняя. Ключевое слово здесь – пресекаться. И это могло быть воспринято как угроза. Люди-то в отчаянии вышли на улицу и, кстати, сразу открыли дорогу, как получили объяснение от прибывших чиновников. И вышли они на протест не потому, что это на них давил какой-то недоброжелатель или чего еще коллективный Запад и его вассалы. Произошел затяжной глухой рецидив, и люди от безысходности среагировали вот так, спонтанно. Здесь не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более, что ее там в черной кошке и нет. А если есть, покажите. Мы все вместе посмотрим. Другое дело, такие акции могут использоваться, а вот это – другое дело. Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Просто нужно на хронические проблемы давать фундаментальный ответ. А какой ответ может дать Россети главный актор во всей этой истории? Ответ вот такой. По их словам, жара вызвала сверхактивное использование жителями климатического оборудования, из-за чего и существенно увеличилась нагрузка на энергообъекты. Они нагрелись до 70-80 градусов. Плюс хроническая проблема неплатежей. Дело в том, что на неплатежи накладывается и льготный режим оплаты. Россети якобы теряют миллиарды, которые могли бы пойти на обновление сети, но не пошли. Вот такое объяснение. Но здесь не все так просто. В каждом конкретном случае нужно выяснять, почему сложилась подобная ситуация. Кто ее до этого довел? Здесь без полномочий следственных органов не обойтись. А Генеральная прокуратура уже подключилась к проблеме отключения света. Но в Дагестане не только свет, но и отсутствие воды гонят людей на протест. В пригороде Махачкалы и Карамане люди вышли из-за воды. Энергоколлапс и коммунальный коллапс может иметь много причин. И изношенные сети, оборудование, и хаотичная застройка, и просто нежелание и неумение работать. Это может и не диверсия, но в условиях летнего зноя и протестов попахивает опасной хозяйственной безалаберностью и политической несостоятельностью. Обоим признакам времени должно дать оценку следствие. Люди, не найдя справедливости и ответа на низовом уровне, ищут ее вот таким способом. Протест, письма в Москву, обращение к Меликову, а то и к Верховному главнокомандующему, угрозы не могут остановить протесты. Людей понять можно. В условиях отсутствия исполнительской дисциплины, хаоса с энергетикой и всеми ресурсоснабжающими предприятиями, которые акционированы, то есть имеют свою нишу и тайну в экономике. Кризис легко может выйти на уровень уже политический. Люди выходят на улицу и это замечают уже из округа, первопрестольной, администрации президента, федеральных СМИ. Вот и федеральные СМИ обратили внимание на Дагестан в связи с ситуацией с коммунальным и энергетическим коллапсом. Пытались разобраться в чем тут дело. Им, знаете ли, наши проблемы немного невдомек. Когда мы называем причину изношенности сетей, они задают простые, на первый взгляд, вопросы. Ну, к примеру, а нельзя было в день по чайной ложке исправлять ситуацию? В советской экономике еще существовала такая статья, амортизационные отчисления. Это когда нужно откладывать на ремонт того, что используешь, основных и оборотных средств. Энергетики могут на что угодно ссылаться, потому что за годы вульгарного российского капитализма и энергетика, и транспорт, и газовая отрасль, и нефтяная, и другие ресурсы, естественно, монополия превратились в олигархов, капиталистов. То сейчас это частники, которые с высокой башни смотрят на наши маленькие житейские проблемы. Вон в КЧР арестовали семью Арашуковых, которые контролировали региональный Газпром. Следствие их обвиняет в многомиллиардных хищениях и убийствах. У нас вообще с ресурсоснабжением, отданным, так сказать, на откуп частнику, повсеместно происходят чудеса. И там не найдешь правды, потому как ребята зарабатывают деньги, а народ? А народ пошумит и успокоится. А разговаривать с ним, с народом, бедным, отчаявшимся, долготерпеливым, никто не хочет. Придет министр, а что он сделает? Будет выступать только как дипломат, мыслящик. Ничего у него нет, никаких рычагов. Так, проблеме многочасового отключения ресурса, в данном случае воды, наслаивается и нежелание ресурсоснабжающей организации, в данном случае Россетей, и его дагестанского филиала разговаривать с людьми. Они только недавно, уже на волне этих протестов, создали таки свой телеграм-канал для обратной связи и информации. По веерному отключению. Это, конечно, нервирует людей. Нельзя заменять диалог игнором или, чего хуже, угрозами, пусть и завуалированными. Мы уже с полтора десятка лет живем в новой информационной реальности. А у такой важной структуры не было своего телеграм-канала или другого информационного канала. Непорядок. На неделе в общественной палате Республики Дагестан состоялись общественные слушания по энергетическому коллапсу. Присутствовали представители правительства, Россетей, Минэнерго и Минэмущество. Правда, руководители проигнорировали обсуждения. Пришли рядовые сотрудники. Выступающий представитель Россетей приводил цифры. На 2 миллиарда рублей работы уже проведены. Еще на 546 миллионов рублей предусмотрены. На 14 объектах заменены трансформаторы. В общем, за изношенными сетями не поспевает обновление. Так как на 12% вырос прирост нагрузок на сети по сравнению с прошлым годом. А в проблемном Приморском микрорайоне Махачкалы более чем в 2 раза. Говорил представитель Россетей о неплатежах. 1,8 миллиарда долг юридических лиц. 3,3 миллиарда рублей населения. Должны крупные суммы Россетям и водоканалы Хасавюрта, и Сбербаша, и Махачкалы. Обсуждение проходило в довольно открытой атмосфере, иногда переходящей в словесный клинч между сторонами. Явился на общественное служение и бывший мэр Махачкалы, ныне заместитель председателя правительства Дагестана Резван Газимагомедов, который на заверение некоторых общественников, что необходима конкуренция, отвечал, что пока с обязанностью доставлять электроэнергию до потребителей, никто лучше Россетей не справится. Два года назад на большой пресс-конференции Путина, директор Рио-Дагестан Магомед Магомедов, задавая вопрос президенту, коснулся как раз таки темы энергетики. С тех пор ситуация стала только хуже. Присутствовал Магомедов и на этом обсуждении отметил, что Россети дает хорошую почву для недругов России раскачивать ситуацию. Именно бездействие и безалаберность энергокомпании выводят на улицу людей. Диспетчер отвечает грубо и уклончиво. Информации о веерных отключениях нет. Меня знаете, что еще удивляет? Здесь вопросов, конечно, много про сетям. Почему в компании не проводят аналитическую работу и прогнозирование? К примеру, что будет, если мы подключим этот дом к сетям? Или они не знают? Или с ними никто не согласовывает подключение? Ясно, что хаотичная застройка, но они же подключаются к сетям. Эти и многие другие вопросы задавались общественниками. Почему образовалась ситуация полной или частичной бесконтрольности? Сколько нужно средств для полного приведения в порядок энергохозяйства Дагестана и Махачкалы? Готовы ли Россети возместить ущерб населению? Сколько рублей штрафа выписано компании? А Россеть – это компания, у которой в Дагестане практически нет конкурентов. Сейчас на 80-85% сети изношено. А по программе надежности деньги не выделялись. Растут потери в сети. В 2022 году они составили 42%, а за 7 месяцев, 23-го года – 47%. Как говорят старейшины, один из них присутствовал на обсуждении. Это Исидуллах Ахмедов, заслуженный энергетик России. Дела в сфере понакатанной пошли с 2016 года. Энергохозяйство начало деградировать, профессионалы уходили, кадры не обновлялись. Да и руководство компании не блещет знаниями. В отрасль приходят все, только не энергетики. Основная мотивация – бизнес. Звучали призывы о том, чтобы национализировать сферу. Указывалось на то, почему отрасль оказалась в кризисе. Неплатежи, потери, хищения, причем в этом участвуют обе стороны, износ сетей, увеличение потребления, хаотичная застройка, отсутствие профессионалов и даже майнинг-фермы, которые втихаря забирают энергию. Были озвучены и предложения. Во-первых, сферу нужно осветить мощным контролем надзорных органов, правительства, общества. Этого не было. Во-вторых, штраф 400 тысяч рублей, который за год прокуратура выписывает сетями – это курам насмех. Дагестану они наносят куда больше вред, который даже сложно подсчитать. Во-вторых, нужно создать серьезную базу для подготовки профессионалов. В-третьих, нужен тотальный аудит всех бесхозяйных сетей, по которым еще год, а то и больше лет назад обещали внести ясность и даже полный порядок, а воз и ныне там. Кому-то, значит, выгодны эти бесхозяйные сети. В итоге было решено создать рабочую группу с участием членов общественной палаты, правительства, правоохранительных органов, общественников, которые бы контролировали бы и сопровождали бы вывод энергосистемы из тотального кризиса. Ну что ж, десятки лет власти и общество молча или поверх очков взирали на то, что происходит в жизненно важной отрасли. Давайте же все поймем, наконец, не будет стройно функционирующей энергетики, не будет ничего, ни инвестиций, ни бизнеса, ни производства, ни туризма, ни нормального быта. Ничего. Ну давайте уже начнем по-настоящему наводить порядок. Если для этого нужны кардинальные, крутые меры, нужно быть готовым и к ним. Просто на хронические проблемы нужно давать фундаментальный ответ. А заниматься имитацией время прошло, назанимались. Вон до чего довели республику. Игры закончились. Да будет свет. Оставайтесь с людьми.